Вот это было со смертельным исходом машинка «Рено-Рено». Каждая машина, как говорится, своя история. Несколько примеров, как говорится, вы видите сами. Сами понимаете по характеру повреждений, да, указанные автомашины. Как говорится, можем судить уже примерно о последствиях для здоровья тех людей, которые находились внутри. Это кладбище автомобилей, попавших в дорожно-транспортные происшествия. Сотрудники отдела ГИБДД Межмуниципального управления МВД России «Щелковская» провели здесь своего рода экскурсию для студентов, чтобы показать, какими тяжкими бывают последствия нарушения правил дорожного движения. Такие мероприятия проводят ежегодно, накануне Международного дня памяти жертв ДТП, который приходится на 3-е воскресенье ноября. Госавтоинспекторы вместе с учащимися православной гимназией святого царевича Алексия почтили память погибших в ДТП, приняв участие в церковной литии в Троицком соборе. Госавтоинспекторы также встретились с жителями, которые испытали на себе тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий. Среди них – дети. Восьмилетний Костя Логинов был сбит машиной, когда выехал на самокате на проезжую часть дороги. У меня был перелом сильный. У меня был открытый перелом. Косточка на мелкие кусочки раздравилась. Семилетнюю Софью Ефремову от более тяжких последствий при резком торможении автомашины спас ремень безопасности. Мы ехали с мамой на машине с бабушкой. Мы хотели заехать в светофор, магазин, а у нас ехала машина. У меня стрессение мозга было. Светлана Щипакина была сбита машиной, которая выехала на встречную полосу. Нужно быть внимательным, осторожным, потому что от этого зависит жизнь и здоровье. И хотелось бы, конечно, чтобы как можно меньше было таких ситуаций происшествий. За 10 месяцев этого года на территории обслуживания Щелковского отдела ГИБДД зарегистрировано 94 ДТП, в которых 17 человек погибли и 101 получили ранения различной степени тяжести. Произошло 18 ДТП с участием детей. На встрече с жителями говорили и о том, что с наступлением холодов водителям и пешеходам необходимо быть еще более осторожными. Прежде всего, понимать то, что водитель не всегда сможет остановиться так, пропуская вас на пешеходном переходе. Быть более осмотрительным, более внимательным. Смотреть по сторонам, прежде чем пересекать проезжую часть, даже если вы пересекаете проезжую часть в установленном для этого месте. День памяти жертв ДТП отмечается в этом году в 30-й раз. Эта дата призвана напомнить всем нам, и пешеходам, и водителям, что на дорогах надо быть предельно внимательными. Андрей Циханович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение. Спасибо. 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 Спасибо.